Вот так вот. Слава Богу, дозвонился, получается. Ну вот, слава Богу. Добрый день. Добрый, добрый, давно не общались с вами. Я к вам послал фильм «Агора» про Кирилла Александрийского. Ну, на мой взгляд, великолепный фильм. Почему? Потому что он об исторических личностях говорит. Вот об язычнице Ипатии. Хотя Кирилла Александрийского немножко, может, не очень в хорошем свете выставляют. Вот. Но ту вот именно обстановку, которая была в то время, очень хорошо показывают. Вот это вот, как христианство стало входить во власть. Вот это вот, как вот они стали пользоваться льготами. Вот это очень хорошо. И, ну, вообще, дух тот хорошо, на мой взгляд. Вы посмотрели? Нет, я смотрел последние дни, мы две серии «Блаженного Агустина». Ну, тот тоже «Агора», я вам послал по скайпу, там он фильм около двух-два часа, но очень хороший. Мы начали смотреть его, нам не понравилось, мы его не стали смотреть даже. Нет, надо было прокрутить, там, про Кирилл. Вот Ипатия, сначала Ипатию показывают, эту язычницу, как она учит. Она же, она историческая личность, она там выучила епископа, выучила потом арестоваться, он тоже стал потом, крестился, стал префектом в Александрии. А Кирилл, вот он, как бы, и там его параболаны, вот как они проповедовали, вот именно христиане собирались, вот на Агаре, Агара это, и проповедовали, рассказывали там о Христе, там, вот, обличали там языческих идолов, там, вот, вот такое вот. Ну, там еще есть... Очень интересно, вот, мне, на мой взгляд. Там есть еще, они через огонь проходили, один пошел, а тот загорелся у них. Ну, да, его кинули. Ну, хулиганство, да, было хулиганство такое христианское. Именно вот, когда они к власти пришли, стали хулиганить, стали уже жиром обросли, все, стали язычеком в огонь бросать, было и такое. Ну, нельзя этого скрывать, это и есть, в общем-то, не все так гладко-то, как сказать, по пошерсти. Было и всякое в нашей истории-то. Вот. Вот. А потом я все-таки взял вот и посмотрел там толкование Кирилла Александрийского. Вы знаете, очень глубокое толкование. Он действительно толковник был от Бога. Вот Глафир его посмотрел на толкование бытия. Потом, как он... Вот человек, действительно, который жил с Богом. Толкование на Евангелие. Это она. Здесь очень верующий человек. Другое дело, что как он там поступал, как он боролся, что у него там и дядя, и племянник Диаскор, потом один и дядя был, это, Феофил, там, такой вот он бандитом воспитал. Вот эти вот прабаланы, это же воспитанные его дядей, войско его, бандиты, монахов, нетрийские. И вот, как вы говорите, вот, уходили в пустыню, вот монахи, половина из них потом становилась бандитами, воинами, брали оружие, камни и шли громить. Вот. Это вот монашество. И проповедь их не была. Вот взяли, варвались к иудеям и стали забрасывать камнями там. В общем, грешники. И взяли, начали забрасывать иудеи-грешники. И там мы взяли, начали хулиганы были. Самые натуральные хулиганы, вот. Ну, и не без того, в общем, вот такие вещи. Я почему думал, что вы посмотрите и оцените, а не посмотрите. Я не хочу, время тратить не хочу. Все это выдумка автора, вот как она дальше идет. Мы посмотрели утром-вечером, я говорю, выключи и больше не включай ее. Мне это не нравится. Время тратить нету. Тем более, тем более, сейчас такое время. Лучше посчитать слово Божие. Ну, я... Понятно. Нет, я тоже, вот за это, чтобы больше читать, я сейчас читаю. Но я вообще не смотрю художественные фильмы, практически. Но мне вот брат Алексей прислал. Я почему? Я сначала тоже посмотрел, а потом пролистал, я стал пролистывать. Вот так вот перевернул. И меня заинтересовало там вот пропови. Потом все-таки я посмотрел, что там... Оно больше, на мой взгляд, оно больше всех, вот, как бы, есть непредвзятость. Как бы, непредвзятость и честность. Там вот, как они, вот, как было в то время. А выдумка автора, это сейчас вот, если брать там все. Без выдумки автора, особенно американский фильм, это вообще не бывает. Это даже и говорить нечего. Он они как... Я вот библейские фильмы вообще не смотрю. Я не могу смотреть. Потому что там как выдумают, а иногда и ереси, и все. Вот о Давиде, о всем. Там вот, хоть вот вы и хвалите. А я вот ничего не могу смотреть. Вот это вот. А этот вот единственный фильм я посмотрел. А вот две серии вот этого, Августина Блаженного, я тоже смотрел. Мать-Терезу смотрел с удовольствием. Потом там протестантский фильм, как сказать, Искупление. Вот этот я фильм люблю смотреть, вообще люблю. Он у меня записан, я его часто пересматриваю. И Мать-Терезу я люблю. А больше я вообще не смотрю ничего, абсолютно. А этот фильм я посмотрел, почему? Потому что он мне показался, что он действительно справедлив. Он не это... Хоть выдумка автора, она не может без этого быть. Но она все-таки, на мой взгляд, меньше всего там. Он старался, правда, как это описано там, по Сократу, схоластику. Что действительно, исторические личности, что были параболаны, что нетрийская вот эта вот монахи нетрийские были, они приходили. Что Орест был, и он исчез, и он был христианином крещеным. Все это правда. А там детали, как она была, это... Ну, что сделать? Естественно, не могли ее побить в храме. В храме перед престолом ее побить не могли камнями. Ее где-то в другом месте побили. Я тоже, я думаю, что это неправда. Схола... Ну, в общем, вот такие вещи. Ну, как у вас дела-то? Ну, как обычно, живем, работаем, молимся, готовимся к Пасхе сегодня. Ребята отправил в деревню сегодня. Я выставил ролик, как раз, как уезжают они. Киряевку. Ну, я бы не смотрел, я посмотрел. Я еще ничего не смотрел. Я вот там иногда беседы смотрю ваши, а так вот, ну, беседы с этими. Ну, иногда там эти вот, как они вот, ежедневные там отчеты, потом как Патеряевка в это... Вот сейчас у вас цикл стал про Патеряевку-то. Я смотрю, а потом вы сейчас еще в это... Стали озвучивать вопросы-ответы же, да? Ну, понемногу там, ну, это... Вопросы, которые вам задавали в течение там того времени, когда вы преподавали. Да? Да, там много вопросов. 4124 вопроса. Я посмотрел, послушал там вот о бесах, там потом еще там, послушал, посмотрел. Да, вопрос интересный. И правильно, что решили так сделать. Почему? Потому что читать... Люди задают постоянно одни и те же вопросы, а читать мало кто читает. А когда для всех будет это посмотреть, любой посмотрит и что-то запомнит. Я тоже вот смотрю больше видео ваши. Ну, а читать вот вы... Ну, кое-что читаю, конечно. Ну, в основном смотрю. Вот такие вещи. И все-таки я хочу вам сделать замечание, простите. Вот вы, как... Десятая глава, четвертый стих, второе царство про бороду. Там вы последний раз говорили с одним баптистом, ну, как его там, Иван зовут. И, говорит, наполовину остриженную бороду и показываете. Побрита борода везде. И я смотрел побрита и в Священном Писании. Сейчас открою, прочтем, если будете показывать стриженную. Побритая. А брита острижена. Острижена была до половины дочересла, одежда была. Одежда была до половины острижена. Все правильно, обесчищены были. А борода была побрита везде. И во всех переводах побрита. Нигде не найдете стриженную. И вот... Они обесчестили, побрили наполовину. Так что показывать надо вот что? Пол бороды. Им пришлось вторую половину тоже сбривать, чтобы ровно росла. Вот в чем дело. Вообще без бороды остались. И до половины, до... Одежду обрезали. Что все видно стало. Честно, обесчищены были. Очень обесчищены. Мужи-то были уважаемые. А их обесчестили. Одежу их не застригли. И мы бороду обрили. Но не стригли. Не стригли. А вы показываете. А в последний раз даже сказали, что постригли. Я... Ну, так мне было... Потом вас во лжи обвинят. И я ничего сказать не смогу. Скажут. Вот, Игнатий Тихонович, вот там вот это... И вот ради своей цели там показываешь, что стрижет. А мне что сказать будут? Побрили, побрили. Это побибли. А постригли это уже по Игнатию Тихоновичу. Все. То есть, как-то мне было очень... Обидно. Обидно было в этом отношении. А так... Ну, принимаете? Ну, что принимать-то? Я говорю-то, ну, не в этом же смысле. Там, побрили, постригли. Чтобы он не брился. Я не говорю обесчищивание. Нет. Раз написано обрита, значит, обрита. Тут разговаривать не надо. Все правильно. Все правильно. Все правильно. Аминь. То есть, ну, надо говорить по Библии. Побрита. Пол бороды побрита. Ну, как написано? Ну, а что там выдумать? Там получается, что другой скажет какой-нибудь враг наш. Начнет сказать. Посмотрит ролик. Уцепится за это. Бес ему покажет. И скажет, а вот, Игнатий Тихонович говорит так, что свои цели достигает любыми путями. Вот показывает, что пострижено. А написано побрита. Ему лишь бы цели достигать. И что мне сказать? И будет прав. Я не смогу защищать даже вас. Ну, что же. Это не должно быть такого. Сергей, никто на это даже не... Ну, хоть бы один за полвека сказал. Не один. Вот написано. Вторая царь. Десятая царь. Четвертая царь. И взял анон слуг Давыдовых. И обрил каждому из них половину бороды. И обрезал одежду. Вопросов-то никаких и нету. А то-то они скажут. Так они без бабок. Обрил половину. Обрита. Ему хоть еще скажут. Это потому, что они не читают. Вас спасает то, что они не читают. Вас спасает то, что они не читают и не знают. Им это... Никакой роли не играет. Он без бороды. Я ему говорю, не трожь, уничтожь бритву. Я не говорю ножницы, уничтожь. А говорю, уничтожь бритву. Это да. Это то, что бреется, у него правильно. Я говорю вообще. Может это будет через 10, через 20 лет кто посмотрит и скажет. А вот он так говорит. Ну, сказал так. Дело не в этом. Марор, начинаешь... Ну, ладно. Хорошо, ладно. Прости. Спорить, какая горькая трава. Лук там, чеснок. Ну, какое это значение имеет? Никакого. Абсолютно. Марор. Марор. Толченые орехи с луком. Марор называется. Чтобы на глину был похож. Он из глины делали кирпичи. Это марор. Называй. Вот. У меня здесь все это на Песах есть. У меня, знаете, сколько их? Четыре штуки. Это агады пасхальные. Вот. Пасхальная агада такая. И вот. Так что, если там смотреть, там я могу. Какие эти самые травы горькие. Все. У них описано. Аккуратно. Люди аккуратные. Здесь в этом отношении. Это мы можем спорить. А здесь каждому слову. Вот. Дух Божий носился над водою. Да? Сказано. А вот это вот слово носился всего в двух местах. Вот. На иврите оно в двух местах. Только вот. Когда при сотворении земли. Вот. И во второзаконии. Когда орел подлетает к своим детям. Употребляется. К своим птенцам. Когда орел подлетает к своим птенцам. Парит над ними. И это тоже имеет очень глубокий смысл. Что не просто так вот. Парящий дух. Над водою. Как орел над птенцами. Аккуратно парит. Чтобы их никак не испугать. Не задеть случайно. Так и дух. Вот это одно и то же слово. Было употреблено всего лишь в Библии два раза. Во второзаконии. Там 22. Посмотрите на такая глава. Я забыл. И вот в бытие. Так. К каждому слову. Здесь я стараюсь относиться в этом отношении внимательно. Вот. И про Песах. И. Ну. Это менялось. Это менялось много раз. Вот эта вот. Пасхальная гада. Она не сохранилась. Вот во времена Спасителя. Во времена Спасителя. Там вот. Сама тайная вечеря. Она много показывает. Есть. На тайную вечер. Почему? Христос возлежал. Да. Возлежал. На хлебопреломлении. И. Как вот спрашивает. Самый младший член семьи. Во время Пасхальной гады. Спрашивает. Почему мы обычно едим сидя. А сейчас мы едим облокотившись или лежа. И старшие члены семьи рассказывают. Почему? Об исходе из Египта. Вот. Такие вещи. И вот на Пасхальной гаде они лежали. Вот. Поэтому много таких есть. Как бы. Свидетельств. Что это была Пасхальная гада. Но. Иоанн задавал. Сглядит. Что Пасха еще не наступила. В толковании. Да. А в другом месте. Когда распяли Спасителя. Иудейские пересвященники говорят. Должны. Доедим Пасху. Поэтому его должны захоронить. До восхода. Чтобы могли есть Пасху. Да. Еще Пасху не ели. А Пасху едят обычно все вместе. В Песах. Ну. В общем. Такие вещи. Я что-то не то болтаю. Я соскучился. Просто хочется с вами поговорить. Общаемся-то мало. Общение, благотворение. Не забывайте. Таковыми жертвами благовождается Бог. Да. Вот. Я там еще про Григория Богослова вам прислал. Небольшой фильм такой. Очень интересный тоже. Вот как он в Константинополе был поставлен епископом. И тоже не смог там служить. Интересный очень фильм. Я посмотрел, думаю, вот это вот гонение на него очень похоже на Игнатия Тихоновича. И послал к вам. Вы посмотрели? Нет, не смотрел. Те же самые страсти. Ну, они перед этим, перед огорой там он должен у вас быть. Посмотрите там. Он немного, там 20 чем-то минут. Ну, особо там интересно сначала. Найдите временечко, если что. Там очень интересно. Вот. Ну, со слов Григория Богослова. Вот. Низанзина. Все это вот такое вот показывается. Ну, вот. А у вас что нового? А у нас еще нового нет. Мы просто так, как обычно, живем. Все. День разбит на семь частей молитвенных. Ну, и вот так вот время и проходит. Я вот сейчас готовлю эти 123 занятия потеряю, с кем мы приготовили, начитали. И сейчас вот в начале было вот эти вопросы. Ну, прошли первую одну папку. Самое-то главное, это когда начнется жития. Это я два тома в двух томах рассматриваю. 400 вопросов по житиям. Это я студентам везде заранее говорю, допустим, я буду объяснять только на основании жития. И какой вопрос стоит? Я беру сразу, ну, 1173 жития. Из них беру иногда 10 больше. Ну, и жития именно конкретный вопрос. Вопрос о, допустим, там, рукоположении. Вопрос о семье, как рассуждали. Потому что одно житие включает в себя очень много. И когда симфонию составлял, то, допустим, он на верке стоял, сатану изгнал, а он его ударил камнем. Видите, нога у него получила язву. А потом он все-таки заставил ее этот камень тащить. И он нес и кряхтел сатана прямо над стадионом. И вот если желаешь найти, заряди слово «нога». То есть по ноге ударил язва, камень. Вот. Это симфония на жития святых на все 12 томов. Я ее составил, симфония. Она выставлена. Она выставлена на нашем сайте. Там видно. Это очень легко для проповедников искать. Это очень богатый, богатейший материал. А вот по второканоническим книгам у вас тоже так же выставлено, что можно найти? По каким? Вот симфония у вас по второканоническим книгам. По неканоническим. Не канонический так. О, это самое трудное мне далось. Ну да. Наша симфония, она напротив, которая вернигородская, каноническая, в 2,4 раза точнее. Практически на все до единого слова. Применена была компьютерная даже система. У меня было 18 корректоров. 18 и не могли окончить. Пришлось самому делать. Настолько трудно симфония. Симфония это самое трудное. Вот у меня 38 книг вышло. А симфония далась... Она у нас? Три раза пришлось переделывать. Я когда делал вручную ее, на 5 книг. Вот я еду в электрички. Электрички же открытые эти. Все видно-то. Так я занимаю полностью одну скамейку напротив. И через коридор. Кажется, у меня было вот этих листов печатных. Одновременно. 475. Одновременно. Каждое слово, куда поставить, в алфаэтном порядке, по какой главе. А там все выставлено с абсолютной точностью. То есть более точной симфонии составленной нету. Я их все перебрал, какие были старинные изданные. Увидел, что все они составлены непрофессионально. Вот, допустим, я пошел. Он пишет пошел. Ушел, нашел там. Или там ходил. Мне пришлось все глаголы сводить в одно слово. Чтоб по одному слову легко можно было найти. А они когда делают, говорят, истирай пороги. Пороги или порог. Я это заводил под одно слово. Так. Говори. Так, повторите. Кто вы, если откуда. Так, и что? Да. Говорите. Понимаете? Я получаю только пенсию. 6200 рублей. И кому я нужен? На 6200 рублей можно сегодня прожить? А у меня 35 лет государственного стажа. Меня по тюрьмам таскали. И что у меня? Какая пенсия? Вы маленько-то понимаете, что у меня вообще ничего нету. Совершенно нету. И поэтому я и на банке смотрю уже отстраненным взглядом. Никогда там и не был. У меня задача одна. Как перед Господом предстать? Спаси Христос. С Богом. Вот не вовремя евреи на меня натолкнулся. Банк. Как я... Там они кредиты предоставляют дешево. И могу ли я им как-то это... Ну, вроде вложить туда им, чтобы меня обмануть. А у меня 6200 рублей пенсия-то. Он сразу извинился и отошел. Видишь, какие находятся у меня. Если мне бы дали сейчас вот, допустим... Неинтересен оказаться. Нет, неинтересен. Если бы сейчас нашелся такой молодец, какой-то олигарх, и дал бы мне 5 миллиардов, я бы их истратил в течение нескольких лет, но оставил бы учителям и прочее. Я бы сразу все бросил на строительство дорог, школы, храмов. У себя там потеряюки. У меня вопрос. Вот насчет... Она у вас в электронном виде или только в бумажном виде симфония? В электронном и в бумажном. На сайте у вас она есть, да? На сайте она есть. Как только заходишь, и сразу видно книги с левой стороны на сайте. Ну и там увидишь симфонию. Но ее в пейджмейке рассчитать надо. Пейджмейке. Как она страницами идет, так и идет. Поэтому симфония наша, я могу это доказать, самая лучшая в мире. Вот такая у меня была. Она непрофессионально составлена, она по падежам идет. Если ты слово вспомнишь... Непрофессионально. Но я все симфонии, какие только были, дореволюционные, все просмотрел. Я их все забраковал. По моей симфонии, если ты хоть одно слово вспомнишь, ты сразу найдешь. Сразу. Понимаете? Вот люди не понимают. Если она... По этим... Она неполная вот эта вот три тома, баптистская, она неполная, к сожалению. Я много не нахожу в ней. Работать с нею тяжело. У меня полная. Самая полная в мире. Самая полная. И притом составлена так, что все падежи сведены в один падеж. Все глаголы в один по значению. Искать только припомни, хотя бы маленько. Птица летела, прилетела, улетела. Это все в один глагол. Это приходилось уже вручную все делать, стаскивать. И поэтому только припомни. Маленькое значение. Летела, прилетела, не имеет значения. Ты сразу найдешь. Сразу. Я посмотрю. И обязательно. Мне интересно, конечно, такое-то. Тавито и Удивь. Там много там. Иисуса сына Сирахова. Когда я составлял экономические книги, я даже учел, что седьмой главе третьей книги Ездр не хватает 70 стихов. Я их туда тоже включил. Молитва Монасси идет. 13-14 глава книга Проха Даниила идет. То есть все, что не входит, даже нигде, я их все включил в симфонию. Про Сусану. Да, про Сусану там есть. Да нет, но это и есть. По этим, по стихам, по словам. Да. Симфония дала... А это и труд очень. Вот они, когда симфонию готовят, 20 человек ее готовили 5 лет. 20 человек 5 лет. Умножь. Это 100 человек и годов. Я делаю один, вручную, на 5 книг. Я когда показал, который специалист, аж да не может быть. Да это как так? Ну как? Я делал и делал и делал. Еду дороги, у меня 475 листов, заслано все. И в какой вставить? Там как дерево нарисовано, чтобы до одной буквы от слова и каждая буква в последующей была точно по лпавиту. Не в словах. Спасибо, Господи. Не слова, а в самом слове даже. Я посмотрю ее сегодня. Это очень интересно. Каноническое на симфонию. Посмотрите. Но она не по словам составлена, а по смысловым. Допустим, меч, или явление бесов, какое явление бесов. Тебе легко, если только открыл, и ты видишь, кому святого, какого числа, в каком виде он являлся. Любой птица, допустим, топор, хлеб, и все, что где было явление, с неба, все, по житиям святых, начиная с января, и до конца. Это огромнейшая работа. Огромнейшая. Огромнейшая. У меня два с половиной часа, в сутки только спал. Я, в то время у меня вообще было. Вот сейчас стали мы насчитывать эти вопросы. Это больше, около двух тысяч новых роликов будет. И как только я дойду до жития, тут пыль и дым будет до неба. Там кинутся и попы, но ни один ничего не сделает, потому что я делаю только выписки. Андрей Кураев говорит, Игнатий, Игнатий говорит, он ничего не придумывает, он просто, говорит, поднял пласты, которые мы завалили и забыли. А чего кидаться-то? Чего кидаться? Сами должны работать. Должны что-то делать. Правильно. Правильно. Вот сами-то сами. Вот я сейчас могу просчитать маленький отрывок. Смотрите. Маленький отрывок. Симеон Новый Богослов. Кавычки открыты. Ногой телом чувствует, что оделся. А ногой душой, одевшись в Бога, не узнает это? Потому что, если не чувствуешь одевающийся в Бога, во что именно надеялся, то Бог для тебя ничто. Если обладание духом с большой буквы бессознательно, то оно будет таким и в вечной жизни. Но останемся мертвыми, и слепыми, и бесчувственными, как сейчас, так и тогда. Вот почему архиепископ Василий Брюссельский пишет, что Феофан Затворник, он знал греческий, он не решился переводить Симеона Нового Богослова. А почему? Говорит, если только люди будут знать, все поймут, что они неверующие. Ну а этот, он какую-то книгу перевел Симеона Нового Богослова, а вот Иларион наш, Минталфеев, он же перевел стихи его. Ну стихи, нет, я говорю вот об таких вот выражениях, как, я их насчитывал, когда все пять томов добротолюбия, у меня насчитаны, тут же на сайте стоят, я их насчитывал. Труднее всего было насчитывать, это Симеона Нового Богослова, Исаака Сириянина. Это невозможно. Я раз пять должен был засыпать. Полностью выхолощен в ум. Я пил только вода с медом и сразу откинулся, отдыхаю. Сейчас посчитал, полностью выхолощенный. Мне нужно опять было отдыхать. Я считать должен с выражением. Это такая глубина. Просто язык-то ворочится может быть, но мне интонации надо было передать, о чем там сказано. Вот это вот, что вы сейчас продиктовали, это вот есть у вас на сайте. Завтра утром я засчитаю. На сайте там пять томов добротолюбия. Надо посмотреть, в каком томе. Пять томов, они насчитаны от корки до корки. Там насчитаны все жития. Я ведь как, вот смотрите, вот когда жития насчитывал, я не просто взял и насчитал. На каждый день несколько житий. И они идут так, первый век, может быть, пятый, десятый. Я сделал из 12 томов 365 дней, выбрал первый век и отдельно его издал. Потом выбрал второй век, 365 дней перемолотил. Я заново должен был пересчитывать. Мне пришлось 12 томов на 10 раз проходить. Это 120 томов. И дальше, третий век, четвертый, и у меня жития насчитанная развернутая картина церкви. По месяцам и по годам. По векам. Вот как. А потом составлял на них сопроводительные документы. Пленки-то насчитаны были на трех размерах, чтобы легко было посмотреть, на какой дорожке и где, в каком месте это житие найти. А когда составлял это, у меня каталог составленный, напротив каждой сколько страниц в этом житии. Ты только открыл и сразу увидишь большое оно или маленькое. То есть, все оригинальное было. А теперь это цифровали, теперь уже на сайте. Величайшая работа. Титаническая просто работа для потомства. Это спаси вас, Господи. Спаси вас, Господи. Дай Бог еще здравия и спасения души. Да не забудет Господь этого труда. Мне очень хотелось знать, чтобы люди это все знали. И когда я их стал насчитывать, а потом выпустила Московская Патриархия, теперь уже восемь томов, девять даже томов, настольная книга священнослужителя. Это очень капитальный труд. Второй, третий по житиям святых. Я нашел, что у Дмитрия Ростовского нету 174 жития. И я их тоже включил туда. То есть более полного нет житий насчитанных, которые я сделал. Я все оттуда взял и которые новые были. Там лавсаики, духовный лук я оттуда тоже брал. А у меня вот их сколько? Шесть книг. Первый, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Девятого я не видел вообще. А второй, третий я посмотрел жития. Я их собирал отдельно. Отдельно. Каждый том когда найду покупал. Со временем и с деньгами было не очень хорошо. Во-первых. Везде приходится экономить. Я видел второй, третий том, но я не купил себе. Думаю, что жития святых. А эти у меня все есть. Там вот восьмой том очень люблю. Там послание Варнавы, пастырь Ермы. Вот там вот есть. Восьмой том, седьмой том. Но это все проповеди. Вы вы зайдете на сайт и там увидите написано звук и видео. Звук и видео. Вот вы туда толкнете и тогда откроется одна страница и там написано жития святых. А внизу алфавит написано. И вы туда в алфавит ткните и вы увидите по векам каждое житие открыто. Каждое житие. 1173 строчек и написано какой объем этого материала. Его только откнул и сразу вот сейчас на нашем видеоканале добрый человек один. Это насчитанное мной. Он сейчас их каждое отдельное житие делает так. Там облака курятся все. Ну новое. Легко брать теперь считать. А я видел две свечи стоят. Две свечи и это было. Вот каждый день выставляется и я слушаю два два три жития выставляется. Очень хорошее. Это я насчитывал 80 очень хорошее. слушаю. Вот. Ну это же вот это вот вы сейчас читали Симеона Нового Богослова это же труды его. Конечно. о наготе душевной духовной. Это ж труды вот там вот это очень интересно. Я себе там часов где-то на 11 Исаака Сирина вот нашел в интернете. Я скачал Исаака Сирина и Ефрема Сирина там вообще много. И Анна Затауста толкования там на многие эти аудио. У меня есть начитанные хорошо начитанные профессиональные артисты еще наверное. Ну молодцы. Вот я иногда там послушаю там часов полтора. бывает. Иоанна Затауста толкования там на Евангелие там много. Часов наверное 30 если не больше. На Евангелие это Ана, а на Матфея вообще 10 частей там по 5 часов 150 если не больше. Толкования на Евангелие от Матфея Иоанна Затауста. Ну и на это на бытие не нашел толкования правда. Оно есть вот у меня в книге. Ну а это а в свое время вот я взял Житие 2-й 3-й том не купил. Сейчас бы нашел может быть и купил бы я 2-й 3-й том. А так у меня 6 томов есть. А 9-й я не видел 9-й том. Вот только 8 томов. Не знаю о чем даже там 9-й том. Вот такие вещи. Готовимся к Пасхе сейчас. 9-й том это Деяние Апостолов. Да Златоуст тоже. Да 9-й том это 8-й 9-й том нет Деяние Апостолов. Нет Златоуста не 9-й том. 9-й том о этих настольной книге священной шуте. А Златоуста у меня на Бытие есть. Значит первый том есть. Он потом на Бытие толкование, а потом на апостольские послания есть толкование. На Евангелие от Ана и Евангелие от Матфея. Это книжно. Но я нашел еще их и начитанные. Тоже я их скачал и тоже послушиваю иногда толкование. Вот чтобы прослушать пол иногда слушать легко а чтобы прослушать полностью жития. Это тормозит. Ну тормозит сильно при том. Вот чтобы Библию прослушать полностью с неканоническими книгами у меня насчитано 89 часов. 89. А Златоуст 506. Златоуст 506. Ну я вот скачал там от Матфея от Иоанна там говорят 10 частей там часов по 5 по 7 ну наверное часов 60 есть на Иоангелии от Матфея только. На Иоанна поменьше. На Иоанна поменьше там 8 что ли частей. Ну и на Эфесином к евреям папа тоже вот такие. Тоже я начитал ну не начитал а скачал начитанные начитанные вот. Так что такие вот вещи. Вот очень удобно слушать. Ну я вот посмотрю сегодня в сайт залезу в ваш сайт и посмотрю там вот эти вот мне жития святых заинтересовали вот спаси господи вас. Вы можете скачать симфонию на экономические книги. Может и скачаю может и скачаю вот чтобы работать. Я вот под статьи из библии часто там работаю смотрю у меня много переводов там разных. я ими работаю там также это ну потому что приходится отличать где как написано вот те языки которые я понимаю русские еврейты это ну греческая она должна быть потому что греческий язык он как бы я его не знаю но отдельные слова все равно там можно да и проконсультироваться можно потому что много людей которые греческий язык специально изучают не можем найти таких если уж сильно надо у меня есть знакомый священник который греческий знает ну так поэтому спросить можно я иногда сверяюсь с греческими а так и простые слова я греческие знаю ну с наступающим вас праздником Игорь Тихонович достойно встретить нам всем Пасха вот и ну после Пасхи уж там через две недели свои выжду и позвоню вам пообщаемся спаси Господи поклон братья готовиться буду к лагерю у меня же детский лагерь я начинаю с нуля ни детей ни паритон лагерь ни обслуги у меня ничего нет каждый год начинаю с нуля это будет 45 год уже ну как у вас есть правая и левая рука Никита с Володей Сережа Пупков все таки они помогают при лагере если не будет Пупков то ну там как же ну и люди если приедут они же приезжают в лагерь тоже помогут там трудовой лагерь так что Господь поможет слава Богу я думаю мы зачем только молитвой можем помочь ну конечно вот ну ладно тогда молитвой поможем ну если спасибо Господи Игнатий очень рад был вас видеть слава Христу благодарю позвонимся хорошо вовеки слава спасибо 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 Продолжение следует...